Самурай Начался второй бой Второй игрок стремительно бросается в атаку и налетает на меч противника Первый игрок начитает наступление и опять зажимает второго игрока в углу Как видите, не так-то уж и сложно победить Тщетные попытки второго игрока не приносят результатов Еще одна атака и опять безуспешно Вот второй игрок прыгнул и опять нарвался на меч противника Видно сразу, что прыжки делу не помогут У первого игрока мастерства побольше, чем у второго И ему больше везет Остались буквально доли энергии и победа Итак, мы поздравляем победителя Мы поздравляем нашего первого победителя Молодец, ты сразу как настоящий самурай Поэтому ты можешь занять место для участия во втором уровне Вместе с своим взрослым помощником Тебе, к сожалению, придет занять место в зале Не расстраивайся, впереди игра со зрителем Мы определяем второго игрока, который будет сражаться на приставке Sega Mega Drive 2 в игру Wrestlemania Два наших участника встречаются на ринге, чтобы выяснить отношение в игре в Wrestlemania Оба игрока выбирают себе борца Undertaker и полной жажды битвы вылезают на ринг Честно, я отношусь к этой игрушке весьма скетнически Когда пятицентнеровый и Казума приземляются своим задним местом на голову противника У меня шея выворачивается на 180 градусов В первом бой огромной потери приносит сопернику игру в Паше, которому не везло в прошлых турнирах Похоже, он много тренировался Во втором бое победу яростно пытается вырать вторую игру Объяснив сопернику, что выигрывать одному это нехорошо Скажу вам по секрету, что борец Undertaker, которого выбрали претендента на победу Является знаменитым могильщиком в мире Миралуэссенга Как огреет гробовой доской, так уйдешь в небытие К большому сожалению, наши соперники не знают таких ударок И красивой борьбы мы, скорее всего, так и не увидим Хотя, кто знает И вот наши соперники встречаются в решающем третьем раунде Который покажет все и выявит самого великого бойца Вестлинга турнира Большого Джойстика Что же бойцы медлят? Посмотрите, какой захват Удар Посмотрите, какой удар Похоже, я ошибался насчет них Наши игроки хорошо натренировались в первом и втором раунде И теперь идет настоящая игра Я больше склоняюсь к победе первого игрока, Паша Посмотрите, какая великолепная победа Итак, мы определили второго участника нашего второго уровня Паша, я тебя поздравляю Наконец-то ты вышел в следующий этап Может быть, примешь участие в Международной ассоциации рейтинга При случаях Итак, я поздравляю тебя Возьми гепочку и займи место для участия во втором уровне К сожалению, займи место для зрителей Итак, у нас определились два участника второго уровня И еще четыре кандидата у нас есть Естественно, четыре кандидата на два места Но вы им не завидуете Между прочим, мы им столько сюрпризов сегодня заготовили Им предстоит очень тяжелая борьба А вы просто будете за этим наблюдать А потом примите участие в игре со зрителями Итак, я предлагаю Предлагаю приступить к игре следующей паре Которая будет сражаться на приставке Super Nintendo В игру такой, которая называется Мыши-рокеры с планеты Марс Каждый из игроков выбрал себе мотоцикл И старт Первый игрок играет красным, а второй синим мотоциклом И первый сразу же уходит в лизеры Остапе второго далеко позади Видно сразу, что у него есть навык в подобных гонках Эта игра сделана по знаменитому мультфильму Про мышей и марсиан И отлично смотрится на фоне остальных Нашумевших в свое время гонок К сожалению, здесь нельзя друг друга Пинать ногами и бить различными предметами Как в Road Rash Но зато здесь больше трасс И больше мотоциклов И не только мотоциклов А всевозможных средств передвижения Совершенно другой конструкции Так что погонять здесь можно на славу Посмотрим на наших гонщиков Да, к сожалению, еще второй игрок не догнал первого А отстает На трассе нужно проехать пять кругов Не так уж и мало Так что еще неизвестно, кто победит Несмотря на кажущуюся простоту игры В ней существует огромное количество наворотов Это и стрелки на дорогах Позволяющие увеличить мощность вашего двигателя Два раза И колдобины, на которых вы сбрасываете скорость И трамплины Вот второй игрок Затормозил И первый обгоняет его Теперь он лидирует на целый круг Поворот, ускорение И большой прыжок Теперь первому игроку осталось проехать два круга А второму, к сожалению, три Вот первый круг изтормозил Но опять набрал скорость И зачем-то завернул тротуар У второго игрока еще есть маленький шанс На победу Но, похоже, он его потерял Заехал не туда И первому игроку остался последний круг А скорее половина круга А второму два Последний поворот Прыжок И долгожданный финиш Первый игрок победил Итак, я поздравляю победителя Настоящий рокер Настоящий рокер с Марса Ты можешь занять место для участия в третьем уровне Займи, пожалуйста, место в зале Тебя спасет только игра со зрителями Итак, получай кепку победителя И занимай место для третьего уровня Итак, у нас есть три участника Три участника второго уровня Естественно, необходим четвертый К его определению мы приступим сразу же И я предлагаю участникам Кандидатам на место участника второго уровня Сразиться на приставке Panasonic 3DO В игру, которая называется Opel Interceptor Это просто великолепная гонка До таких фантастических джипов Занимайте ваши места Вы когда-нибудь мечтали Участвовать в гонках За титул великого гонщика вселенной А пробовать получить его Поможет Вот эта игрушка на 3DO В которую играют наши участники Они сражаются в ее аркадный вариант В котором цель доехать до финиша первым И не дать это сделать сопернику Пользуясь мощными бластерами Погрузившись в виртуальный мир инопланетной гонки Участники быстро освоились с управлением И мечтают только об одном Уничтожить друг друга Приходится сильно попотеть Чтобы сесть на хвост противнику И выпустить плазменный заряд После The Need for Speed Этот футуристический боевик На колесах Великолепно реализован на 3DO И является великим хитом В истории видеоигр Итак, мы поздравляем нашего победителя Четвертого участника второго уровня Всем это знак хорошо известный по прошлой игре Слава Смирнов В прошлой игре не повезло Может повезет Теперь Слава, занимай место для участия во втором уровне А ты, пожалуйста, займи место в числе зрителей Ну ничего, может быть тебе еще повезет Итак, мы определили участников второго уровня Вот они все четверо Двоих, кстати, мы знаем Паш, как Дэнди играет? Да А ты помнишь, что ты себе обеспечил место зрителя в пятой игре? Помню, конечно А готов принять участие в качестве игрока? Готов, дано Ну что ж, попробуем Слава, ты выучил любимую мамину игру? Да И какая же это игра? Король лев Ну слава богу Может быть в этот раз тебе тоже повезет А с остальными мы познакомимся немножко попозже Пора переходить ко второму уровню Уважаемые телезрители Из ваших писем я сделал вывод, что вам очень понравился конкурс с родителями, который мы придумали во второй нашей программе Поэтому мы его сохранили почти без изменений Разве что игры подобрали повеселее, да поэнергичнее Так что смотрите и веселитесь Ну что, дорогие друзья, вот мы добрались до нашего второго уровня Это уровень очень веселый, но очень сложные условия Вы, естественно, знаете Родители, взрослые игроки будут показывать своим младшим партнерам по игре Какие-то игры И ребята должны будут их угадать Но кто дает неправильный ответ, тот получает штрафное очко Три штрафных очка Это вылет Итак, я приглашаю родителей ознакомиться с первым заданием Следует сразу обратить ваше внимание на то, что все игры, которые мы сегодня предлагаем родителям Будут с приставки Sega Mega Drive 2 И первое, Майкл Джексон Показать ее достаточно просто Достаточно изобразить лунную походку Я думаю, все будет понятно Посмотрим, что будут делать родители Ну что ж Уважаемые родители, вы ознакомились с заданием Итак, приступаем к показу Королев Так, нажал и держи Есть версия ответа Это Sega Майкл Джордан Ой, Майкл Джексон Совершенно верно Ты угадал Ну что ж Ты можешь занять место для участия в игре в третьем уровне Вместе с своим взрослым помощником, который так прекрасно изображал Майкла Джексона А я приглашаю родителей для получения следующего задания Действительно, Майклов очень много Можно испутать Майкл Джексон, Майкл Джордан, Майкл Андрейт и даже Джордж Майкл А вот Бугермен всего один Самая хулиганская и, можно сказать, непристойная игра Поэтому показать ее будет намного сложнее, чем игру Майкл Джексон Мне так кажется, во всяком случае Итак, получено второе задание родителей Они приступают к показу игры Игра очень интересная и очень известная Начали Неизвестная игра, да? Как показывали, так хорошо надувается Бугермен на Сеге Ну что ж, идем, получаем следующее задание В результате упавшего на землю метеорита Произошла тектоническая катастрофа И динозавры восстали из вечности И тут же включились в борьбу между собой Таково краткое содержание этой игры Которая называется Primal Rage И именно с этой игрой в данный момент знакомятся родители Так, получено очередное третье задание Посмотрим, как его будут показывать наши взрослые участники Начали Непонятно, нет версий Поактивнее, поактивнее Это хорошо известная игра Так, есть версия Первая Совершенно верно, ты угадал Бурные продолжительные аплодисменты Ты занимаешь место второго участника Для второго уровня Итак, приступаем к показу следующего задания Paperboy на Сеге Эта игра достаточно простая Надо ездить на велосипеде Раскидывать газеты В общем, доставлять срок почты И зарабатывать денег Родителям надо только показать Велосипед, газеты Ну, а я думаю, дети сами догадаются Что к чему и что это за игра Итак, задание получено Родители приступают к показу Начали Версия есть Paperboy Совершенно верно Ты угадал, Слава Тебе повезло Это, конечно, не любимая Мамина игра Но действительно, Paperboy Ты занимаешь место для участника В третьем уровне Паш, тебе опять не повезло Займи места в зале Может быть, тебе повезет Еще раз выиграешь игру со зрителями Итак, у нас есть Необходимое число участников Для того, чтобы проводить третий уровень Мы вернемся к нему через несколько секунд Несмотря на все споры Которые разворачиваются Вокруг компьютерных видеоигр Я все-таки считаю Что эти игры развивают Такие качества Как быстроту реакции Внимательность Тренирует память Все эти качества Понадобятся нашим игрокам В конкурсе Который я специально для них придумал На третий турнир Большого джойстика Ребятам будут показаны Отрывки 12 игр Длительностью 3-5 секунд А потом в течение минут На память Они должны будут написать На листе бумаги Название игр Которые они запомнили Кстати 8 игр из 12 Взяты с одного Каттеджа Для Сеги 8 и на 1 Но мне кажется Это очень сложное задание И навряд ли кто-нибудь Угадает больше половины игр Каттеджа 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 Итак, это все Подсказки из зала Категорически запрещены Вы можете обсуждать Потом я обязательно С вами посовещаюсь Участники готовы? Начали! Одна минута Есть первое название Уже есть первое название Это радует Правильно говорят Учитель в школе быстро писать Очень помогает Если умеет владеть сразу Двумя руками Может писать и лево и право И в два раза Увышается производительность А время Время неумолимо Уже полминуты прошло У вас осталось всего 25 секунд Кстати могу сказать Вы можете немножко Сокращать название игр Мы догадаемся Что вы имели ввиду Вот где вам пригодится Скорость письма Осталось 5 секунд 5 секунд Время Ассистента прошу Собрать листочки Итак Приступаем к совещанию Есть 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 И что ж Мы все таки Обратимся Наверное К залу За решением Потому что Возникла спорная ситуация Скажите мне Игра Которая была Показана Последней Она носит название Chase High Q Правильно да? Можем ли мы Засчитать Правильное название Гонка за бандитом? Кто за? Итак признано Что название Гонка за бандитом Соответствует названию Chase High Q И таким образом Васильев Женя Назвал правильно Четыре игры Это Чужие Аладдин Урбан Страйк И Флинстоун Тоже неплохо Аплодисменты Виктор Любич Назвал четыре игры Но так как мы признали Что гонка за бандитом Это все таки Соответствует честь У него пять И безусловно Уверенно Вышел в финал Слава Смирнов Который назвал Целых шесть игр Итак Я объявляю финалистов Финалистами сегодня Будет Любич Виктор Со своим папой Любичем Юрием И Смирнов Слава С мамой Ноной Поздравляем И сочувствуем Нашему проигравшему Не расстраивайся Впереди игра Со зрителями Ты можешь принять В ней участие Бурные аплодисменты Сегодня в игре Со зрителями Мы будем разыгрывать Приставочку Дэнди Вот здесь она у меня стоит Кому-то из вас Она достанется А также победитель Получит право Участвовать в качестве Зрителя в пятой игре Задание Я называю Какую-то букву Алфавита Могу английского Могу русского Какую захочу Вы по очереди Называете Название Игр Любых приставок Любых игр Которые начинаются На данную букву Два последних Человека Назвавшие игру После которой Мы не получили Ни одного Названия Выходят в финал Игры со зрителями И вступят в такое Единоборство О нем я скажу Немножко попозже Итак Буква Z Zero Tolerance Название Название Зеро Толеранс Про что эта игра Это игра Как бы имитатор Бродилки Типа дома Хорошо Засчитывается Зо ниндзя Так и называется А про что она Там ниндзя ходит Можно на тележке Ездить в горах Хорошо Засчитывается Есть еще версии Зеро Винкс На Сеге Это космический корабль Летает Уничтожает Все знаю Такую Все на Зеро У нас идет А что нибудь еще Зомби на Сеге Хорошо Зеленый берет На Денди Игра Там ходят Десантники И ножи Есть годится Зомби Нейшн На Денди Гигантская голова летает Есть Так Итак Есть еще версия Зансы Там самолет летит Там оружие всякие Берет Хорошо Засчитывается Так Зайц ухар Там зайчик бегает Английское название Баги ухар Зайц ухар Что скажет зал Золотая медаль Гольд медаль На Денди Есть голд медал Такая игра Голд медал На Денди Есть Засчитывается Хорошо В общем у нас Определились два финалиста Прошу тебя И Паша Бурные аплодисменты Победителям Итак Единоборство Финал У вас будет 15 секунд У каждого На раздумье Я называю букву И вы устраиваете Между собой Дуэль Право первого ответа Предоставляется тебе Буква Н Внимание Начали Нянькиз Нинди Крусадерс Нинди Бразерс Нинди Просто 5 секунд 5 секунд Осталось Время К сожалению Паша Ты проиграл Ну например Найджел Мессел Мог бы назвать Или куча Приглашаю принять участие В нашей пятой игре В качестве зрителя Ну и естественно Желаю тебе В следующей игре Получить право Участвовать в качестве игрока Итак Финал Или четвертый уровень Кому что больше нравится Наши финалисты Будут сражаться Меж собой На приставке Супер Нинтендо В игру Микромашины 2 Это одна из немногих игр Которая дает возможность Играть сразу В четвером На двух джойстиках А если использовать Специальный разветвитель То С помощью четырех джойстиков Можно будет играть Аж в восьмером Вот такая вот эта игра Здесь есть возможность Поделиться на команды Поэтому команда Семьи Любич Будет играть Синими машинами А команда Семьи Смирновых Будет играть Красными машинами Ну естественно Победителю Призвается звание Победителя финала И он получит приз Супер Нинтендо А если согласится На супер игру То может быть ему повезет И он станет владельцем Панасоника 3DO Итак Долгожданный финал Долгожданный финал Наступил Вот четыре финалиста Сидят Я думаю они заслуживают Того чтобы их назвали Поименно естественно Это Любич Виктор Это его папа Любич Юрий Наконец-то повезло Смирнову Славе И его маме Смирновой Нонне И сражаться вы будете В игру Микромашины 2 На супер Нинтендо Игра Микромашины 2 Является новинкой Для приставки Супер Нинтендо Особенностью управления Является то Что игрок должен чувствовать себя Как вы в кабине автомобиля И исходя из этого Определять сторону поворота Та машина Которая последняя Остается на экране В видимости игроков Получает призовое очко Бонус Набор 8 бонусов Равносилен победе Итак убедительную победу Одержал Слава Смирнов Мы приветствуем финалиста Так уважаемые Любич Витя И Любич Юрий Не уходите пожалуйста Выйдите на наш подиум Хочу с радостью сообщить Что в результате Сложной И продолжительной борьбы Победу одержала Семья Смирновых Во главе Со Славой Смирновым Но вы не расстраивайтесь Так как вы дошли до финала В следующей игре Вам будет предоставлено Право принять участие Сразу в первом уровне Минуя отборочной Не расстраивайтесь Может вам повезет В следующей игре В нашем павильоне Появилось кресло победителя Я приглашаю Славу Смирнова Его маму Нону Смирнову Занять это кресло Бурные продолжительные Аплодисменты Нашему победителю А также Я прошу вынести В зал приз Нашего турнира Игровую приставку Супер Нинтендо Слава Я вручаю тебе Супер Нинтендо Поздравляю с этой победой Как говорится Не удалось в прошлой игре Удалось в этой Супер Нинтендо Будет стоять у вас дома Ну Слава По-моему лучше Если у тебя дома Будет стоять Манасоник 3до Да Итак я тебе предлагаю Супер игру Условия хочешь узнать? Хочу узнать Условия Ну тогда слушаем Один из наших Товарищей Проиграл в Киллер Инстинкт Один единственный раз В жизни Я предлагаю тебе Сразиться с ним В Киллер Инстинкт На приставке Нинтендо Нет я отказываюсь Категорически Он проиграл только один раз Итак подумай А если я добавлю Скажи к Панасонику К Панасонику К Панасонику Дум нравится игра Да Хорошая игра Если я добавляю К Панасонику Игру Дум Ты согласен играть? Нет Нет Точно нет? Точно нет Ну что ж Ты отказался В таком случае Я прошу Все таки попробовать Тебе сыграть С нашим товарищем В зал пожалуйста Нашего великого бойца Бурный аплодисмент И победителю Дело в том Что он проиграл В Киллер Инстинкт Всего один раз в жизни Потому что он играл Только один раз в жизни Итак Слава Ты будешь с ним играть В Киллер Инстинкт? Да Ну что ж Попробую выиграть Прошу Попробуем сыграть Да Комментировать тут Особо нечего Слава Смирнов Достаточно Хорошо владеет Игрой Киллер Инстинкт Как мы видим Из того что происходит На экране Но как говорится Кто не рискует Тот не имеет Панасоника Спасибо Молодец Займи место В зрительном зале Слава Ты не расстраивайся Что у тебя не получилось С Панасоником Наша шутка была Действительно удачной Вот Но я могу тебе сказать Что ты приглашаешься На пятую игру И там приз будет